Всем привет! Пришло время для свежей порции новостей от команды Универ-ТВ. В студии я, Лилия Талипова, и мы начинаем. Исследования ученых Казанского федерального университета получили огромный успех в Дубае. Лучших студентов Татарстана наградили на ежегодные премии «Студент года». Почему произошел обвал мировых фондовых рынков, узнаешь в выпуске. Оказаться на сцене среди 100 лучших студентов Татарстана – это уже большая победа. А стать финалистом своей номинации, получить статуэтку и признание дорогого стоит. Анна Глазунова своими глазами увидела церемонию награждения премии «Студент года-2017». Друзья и родственники переживают, но больше всех волнуются конкурсанты. На площадке КРК «Пирамида» прошел финал 13-й ежегодной студенческой премии «Студент года-2017». Привет! Лучшее студенчество Республики Татарстан! Каждый из вас знает, сколько этапов отбора приходится проходить тем, кто сегодня сидит в этом зале. И не это ли значит, что сегодня действительно собраны здесь лучшие из лучших? У нашего студенчества есть огромные возможности развиваться, и мы этим очень успешно пользуемся. В этом году участие в премии приняли 386 человек из пяти районов Республики Татарстан. Только студентами Казанского федерального университета было подано 184 заявки. 13-й ежегодная премия «Студент года-2017» объединила на одной сцене лучших студентов Татарстана. Награждение проходило в 19 номинациях, таких как «Интеллект года», «Творческая личность года», «Спортсмен года» и других. Представители Казанского федерального университета одержали победу в 8 номинациях. Журналистом года стала студентка 4-го курса КФУ Анастасия Иванова. На самом деле я не ожидала до последнего момента и была в шоке. Победа моей силы воли, моего опыта, который я прошла, как на студенческом телевидении университета «Смотри сейчас», в Университете Талантов. То есть человек побеждает сам себя в этот момент, и он получает вознаграждение за все то, что он делал в своей жизни. На церемонии награждения каждую номинацию представляли в различных форматах, а на сцене каждый раз появлялись разные ведущие. Одним из них был и обладатель Гран-при студент года России, магистрант КФУ Нафис Серзидинов. А в зрительном зале собралось более полутора тысяч гостей и болельщиков. Яркие танцы, песни, выступления КВНщиков не давали скучать ни одному зрителю. Самым волнительным моментом стало награждение в номинации Гран-при. Ее финалистами стали пять студентов, в том числе и магистрант Казанского университета Мария Крюкова. Гран-при премии студент года 2017 в Сатарстане завоевала Диляра Баширова из Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. Эти эмоции просто невероятные, потому что столько лет работать, к этому не идти. И наконец-то, наконец-то, ну все это случилось, мы победили. Конечно, стать студентом года это не просто почетно, а большая ответственность. Я обещаю, что буду нести это звание достойно. Самое главное пожелание – верьте в себя. Никогда не думайте, что нет, я не смогу. Работайте, делайте, все получится. И это я сегодня доказала. Помимо путевки на конкурс студент года России, Диляра получила право обучаться в любом вузе мира по республиканской программе «Алгарыш» и премию в 30 тысяч рублей. Традиционно на церемонии награждения определяют и победителя в номинации вуз года. Победу разделили сразу два вуза – наш Казанский федеральный университет и Казанский государственный энергетический университет. Анна Глазунова, Ленардо Влитяров, Универньюз. Казанский федеральный университет стал площадкой для дискуссии о предстоящих выборах. Какие вопросы обсудили участники, ты узнаешь прямо сейчас. 6 февраля в шоуруме Высшей школы журналистики Казанского федерального университета состоялась дискуссия, как гражданское общество сможет контролировать выборы в России. Спикерами мероприятия выступили член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод, председатель Общественной палаты Республики Татарстан Анатолий Фомин, сопредседатель регионального штаба Общероссийского общественного движения Народный фронт за Россию в Республике Татарстан Игорь Бикеев и депутат Государственного совета Республики Татарстан Артем Прокофьев. Важным вопросом в дискуссии стала тема фальсификации на выборах. Если бы были более-менее равновеликие соперники, тогда вот таких вещей, я думаю, бы почти не происходило, мое мнение. Но то, что Общественная палата или как Институт гражданского общества должны наблюдать, я не сомневаюсь в этом, что мы на верном пути идем. Другими вопросами стали работа по наблюдению, новые законы о выборах, вопросы межпартийного взаимодействия и многие другие. Артем Тупичкин, Ленар Довлетяров, Универньюс. О большом опыте работы Казанского университета с тяжелой нефтью узнали даже в Дубае. Чем вновь удивляют наши ученые, расскажет Аделя Шамилова. Буквально на днях в Дубае завершилась международная конференция, затрагивающая работу крупных нефтяных компаний. Ее организаторами выступили две крупнейшие организации в области нефтяной промышленности. Общество инженеров-нефтяников и Европейская ассоциация геоученых и инженеров. В рамках конференции были затронуты перспективы и проблемы добычи тяжелых нефтей. И что немаловажно, участниками конференции стали как ведущие ученые со всех уголков мира, так и специалисты крупнейших нефтяных компаний. Также в число участников вошел Казанский федеральный университет. Представлял КФУ на форуме руководитель стратегической академической единицы эко-нефти Михаил Варфоломеев. В первый день конференции университетский ученый выступил с докладом об опыте КФУ в области изучения технологии внутрипластового горения. Цель мероприятия была собрать ведущих специалистов в этой области из университетов и компаний и обсудить те проблемы, которые сегодня существуют в области добычи тяжелых нефтей. И то, что у нас ждет в будущем, то есть какие есть передовые технологии, которые, возможно, решат проблемы нефтяной индустрии. В конференции приняли участие ведущие мировые университеты. Кроме Казанского федерального университета были университеты Техаса и НДМ, был Техасский университет из Остина, из канадских университетов и из университетов Ближнего Востока. В частности, ученый затронул теоретические и практические аспекты новейшей технологии, а также рассказал зарубежным коллегам о возможностях Казанского университета по ее дополнительному изучению. Речь шла об уникальной разработке, позволяющей быстро оценить эффективность внутрипластового горения для того или иного месторождения, в том числе о трубе горения, появившейся в арсенале ученых буквально этим летом. На этом форуме были представлены нами два доклада, две лекции. В одной лекции мы рассказали о возможности применения закачки воздуха для как раз добычи тяжелых нефтей, поскольку внутрипластовое горение является одним из перспективных методов. Но проблема в том, как этот метод сначала хорошо смоделировать в лаборатории, чтобы потом его уже достаточно эффективно применять в пластовых условиях. И вот как раз мы рассказали о том, что в Казанском университете создана полностью инфраструктура, которая позволяет тестировать эти методы от, так сказать, маленьких масштабов и переходить уже к масштабам всего месторождения. Опыт Казанского университета оказался одним из наиболее ярких. Более того, он позволил убедить коллег в перспективности применения технологии, возможности ее контроля и мониторинга на месторождении, а также возможности повышения эффективности добычи нефти с помощью закачки воздуха. Все это уже не первый год практикуют исследователи в рамках работы стратегической академической единицы «Эко-нефть». Аделя Шевелова, Роман Самарин, Универ-Ньюс. На американском фондовом рынке случился рекордный обвал за последние несколько лет. В чем причина такого события и как это отразится на России, ты узнаешь далее. 5 февраля американские фондовые индексы рухнули. Индекс Dow Jones, отражающий движение акций промышленных компаний, упал на 4,6%. Впервые с 2011 года потеряв за торговую сессию более 4,5%. Индекс S&P, формирующийся на базе показателей наиболее капитализированных компаний США, также потерял более 4%. Подобные резкие снижения курсов акций бывают время от времени. Как правило, это связано с тем, что до этого происходил достаточно быстрый рост. И в конце концов игроки, участники рынка, понимают, что дальнейшего роста не будет и начинают продавать ранее купленные ценные бумаги. Что, естественно, провоцирует снижение их стоимости. В результате глобального спада Google, Apple, Microsoft и многие другие компании потеряли по меньшей мере по 30 миллиардов долларов своей рыночной капитализации. Ключевой индекс токийской фондовой биржи Nikkei рухнул во вторник более чем на 5,5%. Более широкий индикатор японского рынка акций Topics снизился более чем на 5%. Гонконгский Hang Seng ушел вниз более чем на 4%. Российские биржи также открылись в отрицательной зоне. Первые минуты торгов индексы потеряли 2-3%. Несмотря на массовую продажу активов инвесторами, прогноз от экспертов позитивный. Со временем ситуация вновь нормализуется. Артем Тупичкин, Адалия Шамилова, Универньюз. Это были все новости на сегодня. Не забывай следить за нами в социальных сетях. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok